Город Корсаков Одна из самых дальних гаваней России Старейший населенный пункт Сахалинской области Которому в этом году исполняется 165 лет Мама, а почему на городе называется? Мама, расскажи мне о нашем городе Давайте все по порядку Мама, я знаю, кого я вспомню Геннадий Мирскому Правильно, именно Геннадий Иванович подтвердил Что Сахалин это остров По исполнению величайшей воли императора Николая I Я, ниже подписавшийся 22 сентября 1853 года Учредил военный сторожевой пост Муравьевский Который был назван в честь генерал-губернатора Восточной Сибири Николая Николаевича Муравьева Именно этот день принято считать днем рождения города Мама, мы живем в Корсакове, а не в посту Муравьевском Действительно, в 1854 году пост Муравьевский был эвакуирован В связи с началом Крымской войны А в 1869 году был создан Корсаковский пост И назван в честь другого восточно-сибирского генерал-губернатора Михаила Семеновича Корсакова Вот ему памятник Главной улицы поста была нынешняя улица Южно-Сахалинская Тогда Корсаковский пост насчитывал около 2000 жителей А сейчас более 30 тысяч В посту Корсаковском в то время находилась тюрьма Куда ссылали провинившихся, или другими словами, каторжан Со всей России для выполнения особо тяжелых работ Поэтому до 80% жителей поста были каторжанами Пост посещал Антон Павлович Чехов, русский писатель О чем написал в своей книге «Остров Сахалин» Корсаковский пост имеет с моря приличный вид городка Не сибирского, а какого-то особенного типа Который я не берусь назвать Основан был почти 40 лет назад Когда по южному берегу там и сям были разбросаны японские дома и сараи 40 лет наш город носил и японское название Адамари У нас до сих пор можно встретить японские здания и сооружения В нашем парке, который является излюбленным местом горожан Много реликтовых растений, посаженных еще японцами С приходом советской власти в населенных пунктах начали появляться памятники Владимиру Ильичу Ленину Такова традиция была в те времена Корсаков выделяется же тем, что у нас сразу три привлекающих внимание памятника вождю мирового пролетариата А вот еще один памятник, в котором сплелись история и современность Памятник символизирует корабль и посвящен корейцам, которые так и не вернулись на родину после Второй мировой войны Корсаков называют морскими воротами Сахалина Связующий пункт между материком и островом Сейчас в него заходят не только грузовые суда, но и пассажирские Как видите, в нашего города богатая и интересная история Солнце красит багрянцы над стройки судов Так рождается утро огромной планеты Ты одним из немногих земных городов Первым город Корсака встречаешь рассветы Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok